Привет, друзья! С вами канал Marus Live и сегодняшнее видео с последними новостями из Чехии. Новости реально важные, поэтому рекомендую всем послушать, о чем будет речь. Итак, ребят, говорим сегодня не о коронавирусе, все в принципе более-менее налаживается, уменьшается и так дальше. Поэтому сейчас не самое главное. Первая новость о том, что у нас на канале есть люди из России, знаю это точно, и писали о том, чтобы если вдруг какие-то будут изменения о посольствах, в консульствах информировал. Так вот, ребят, узнал такую информацию, что в конце января в ваших посольствах в Москве, Екатеринбург, Санкт-Петербург будет открываться рассмотрение заявлений на долгосрочные визы по воссоединению семьи. И не только, об этом более подробно. Переходите на ваши ссылки, в ваших посольствах, читайте, смотрите. Изучайте, кто попадает под эти программы, кто не попадает. Поэтому вся информация уже там скоро будет. Вторая новость, которую я хотел поделиться, тоже информация очень важная, особенно для тех иностранцев, которые уже находятся здесь в Чехии, которые хотят в ближайшем будущем получать тревалый побыт. Так что скажу так, Министерство образования изменило правила сдачи экзамена. Раньше был тест А1, на который нужно было сдавать, чтобы получить тревалый побыт, то есть ПМЖ. Сейчас уже будет А2, то есть есть изменения. Поэтому не теряем время, изучаем язык, изучаем письмо, как правильно писать, как правильно ставить чарки там, как правильно ставить гатчики разные. То есть все эти правила изучаем, и чтобы в дальнейшем могли спокойно сдавать этот экзамен, кому это нужно. Будет этот экзамен А2, будет даваться на год 4 попытки. Одна попытка будет бесплатной, все остальные будут уже платные. И, если не ошибаюсь, стоимость экзамена будет составлять уже 2, 3 и 4, 1500 крон каждый. Поэтому, ребят, важно сдавать все, конечно, с первого раза, получать сертификат, и уже потом предъявлять этот сертификат на получение ПМЖ, то есть тревалого побыта. Следующая новость, тоже самая такая важная для тех ребят, для тех людей, которые будут делать воссоединение семьи, и не только, которые будут получать долгосрочные визы в Киеве, либо во Львове, поступила информация от нашего друга Александра Литвиненко, это страховой брокер, то есть человек, который отвечает за страховки, и получил такую информацию с Киева, что есть сейчас люди, которые совершают такие маленькие ошибки и не получают визы. Точнее, получают, но только еще дополнительно тратят деньги. Что конкретно происходит? То есть, пример, люди заполняют анкету на примерное воссоединение семьи, где указывают ориентировочную дату выезда, ну, к примеру, там, 10 февраля, там, 21 года. Но по каким-то обстоятельствам, там нету билетов, либо еще там какие-то причины, они переносят дату, например, там, на март, и, соответственно, с марта покупают страховку. Вот. Так вот, по приезду в консульство они отдают эту страховку, и консульство не дает визу, потому что дата ориентировочная указана в феврале, и, соответственно, требуется докупать еще дополнительно эту страховку на один месяц. А бывает такое, что на один не продается, продается на три, и, соответственно, люди попадают в такое недоумение, попадают на деньги, и приходится им, опять же, на месте доплачивать, все это разруливать, чтобы получить эту долгожданную визу. А кто-то приезжает с Чехии, допустим, на то же воссоединение, и вот такие вот моменты бывают. Поэтому важно, ребят, перед тем, как будете сдавать эти документы, эту анкету, обязательно для себя же, просто сделайте фотографию вашей анкеты, чтобы вы знали ориентировочно, с какой даты у вас будет дата выезда, чтобы вы могли правильно оформить страховку в дальнейшем, то есть, чтобы потом не было у вас никаких лишних проблем и головняков. Соответственно, эту же фотографию можно уже отправить вашему страховому брокеру, который вам правильно оформит страховку. Кстати, кто еще не в курсе или кто еще хочет оформить страховку, опять же, обращаемся к Саше, контакты все под видео в описании, и он вам все полностью расскажет, покажет, как это все происходит, чтобы потом не было моментов и нюансов. Ну, а с нашим промокодом MarozeLife вы еще получаете дополнительную скидку. Вот, то есть, ребята, такие вот новости, которые хотел вам рассказать. Считаю, что новости очень важные, очень нужные, поэтому поддерживаем данное видео своими лайками, репостами и своими комментариями. Ну, а мы уже увидимся в следующих выпусках. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok